Привет, ютуба слушатели, с вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике с вами поговорим о такой схеме, которую, естественно, я прочитал в интернете. О схеме заработка на карточках, на валюте. Эта схема актуальна для тех, если у вас кто-то из родственников находится за рубежом. Кстати, хочу, дорогие друзья, подчеркнуть, вот эти все мои экономические измышления по поводу заработков, советы и так далее, это не для того, чтобы вы действовали, это просто я выдаю информацию. В любом случае, решаете вы принимать эти мои советы, так же, например, как я рассказывал про эти военные облигации по 23%, 75 сотых, еще там какие-то вопросы, связанные с валютами какими-то. Это просто мое мнение, но вы можете себе его принять, можете себе его не принять и остаться при своем, написать, что я дурак. Ну все, дорогие друзья, естественно, рекламка Телеграма и мы погнали. Телеграм, мой любимый Телеграм, ссылочка в описании, переходите и подписывайтесь, буду вам очень благодарен. Там много полезной информации. Ну что, друзья, давайте быстрее и ближе перейдем к этой самой схеме заработка. В чем она заключается? Она заключается в том, что наше замечательное государство в очередной раз, извините за выражение прямое, поимело само себя. Они вечно вот пытаются, знаете, там на России же у них тоже вот эта тема с искусственным курсом и так далее. Ведь вы знаете, что у нас курс зафиксирован 29-25, курс Национального банка Украины. То есть многие банки, возьмем, к примеру, тот же Приватбанк 29-25 и 32-25 или что-то в таких пределах у них курс. Ну вот такая курсовая разница. И в чем она здесь заключается, эта схема? Расскажу. К примеру, вы вложите себе сумму денег на обычную нашу пластиковую карточку. То есть наша обычная пластиковая карточка 50 тысяч ривен. До 50 тысяч ривен возможно снимать по ней за рубежом. Как это все происходит? Открывается карточка у нас здесь в Украине. К примеру, ваша жена находится где-то там в Европе. Вы берете, соответственно, эту карточку ей туда пересылаете. Тут вы скажете, оу-оу-оу, стой, дорогой, как же человек сможет по другой карточке, ну, другого человека и так далее. Это все решается достаточно легко. Питкоды, подтверждения, Google Pay, Apple Pay. Ну, в общем, вы знаете, к смартфону, в общем, подключаешь, подводишь. И так, кстати, там можно достаточно большое неограниченное количество карточек разных банков подключить. Соответственно, тот человек, который в Европе получает возможность снимать денежные средства по курсу. Но по курсу какому? Вы поняли, по 32 гривны, там, 50 копеек или 25. Человек идет там в банк, оно конвертируется. Да, берет, конечно, процент за конвертацию на 50 тысяч ривен. Это где-то в районе тысячи гривен. То есть, вот такая здесь будет потеря. Ваша потеря в тысячу гривен. И где-то, если я так просчитывал себе, 2 с чем-то тысячи гривен, с 50 тысяч гривен можно заработать. Но ведь можно таких карточек, там, много на кого открыть, всех их подсоединить в один смартфон и снимать. Дальше вы скажете, ой, же, надо как-то назад перевести, что там на бензин тратится, кататься туда-сюда. Жена будет кататься. Есть система, ну, я думаю, многие из вас знают. Вестер Юнион тот же. Есть РИА такая система. Есть там другие всякие. Маниграм, через которые переводятся деньги. Например, из Польши есть даже такие системы, которые не берут комиссии, чтобы перевести деньги в Украине. Это во время войны так и сделали. И, соответственно, через эту систему денежки переводятся. Попадают они в Украину. А здесь уже, если идет перевод, допустим, то уже можно валютой и снять. Идете в отделение банка, снимаете эту валюту, дальше идете ее в обменник, где нормальный курс, допустим, по 35.25, по 35.10 сегодня я смотрел курс. Сдаете эту валюту и, соответственно, с 50 тысяч гривен, 2 тысячи гривен, где-то чуть даже больше можно заработать. И карточек побольше, говорят, эта тема и схема сейчас довольно популярна. Естественно, Национальный банк, там они же не могут это оставить, кажется, без внимания. Они там что-то возмущаются, потому что они же оплачивают это все по большому счету. Вот эту свою схему с искусственным курсом доллара. Когда, конечно, курс у нас стабилизируется, будет реальный, а не тот, который у нас банк, скажем так, людям предлагает, то, конечно, эта схема пропадет. Ну, конечно, еще в тот же момент с другой стороны, ведь есть те люди, которые являются у нас физическими лицами предпринимателями, допустим. Им доллары заходят на счет, они там обмениваются на беременную и вуаля, естественно, вы понимаете, по какому курсу, вот, допустим, в том же приватбанке они обмениваются по тому вот нижнему, 29-25. То есть здесь государство обманывает людей, этих предпринимателей с одной стороны, а с другой стороны люди, которые не предприниматели, обманывают государство. Но это говорил кто-то когда-то, что есть такой договор между нашим украинским государством и человеком, что человеку дать выжить как бы, а вы там себе где-то наверху воруете по-крупному и никто никого трогать не будет. Человек там себе какой-то болтик, гаечку крал, грубо говоря, там по-тихому что-то сделал и решил свой какой-то вопрос, а там наверху они там все, говорится, по-крупному тянут. Ну, это, говорят, такой есть негласный договор между украинским гражданином и украинским государством. Правда или нет, конечно, я не знаю. Ну, я думаю, в общем, вы эту схему поняли. Если мы уже в этом видеоролике говорим об экономических новостях, то, как говорят, чтобы два раза не вставать, сразу за милых дам. Поговорим о том самом законопроекте, который буквально вчера приняла Верховная Рада. То есть, вы же помните вся эта льготная растаможка, я уже, честно, об этом снимал несколько видеороликов, что будет возможность, вернее, она была, многие люди завозили транспортные средства и, естественно, не платили НДС, не платили пошлину. И это все было очень круто, наверное, для кого-то, для тех, кто завозил, кто-то, может, перепродавал, я не знаю, кто-то там для себя увозил. Так, честно, глубоко я в этот вопрос не вдавался. И, соответственно, эта тема вся отменяется. То, о чем говорил Гетманцев, о чем говорил министр финансов, они об этом говорили, что надо это все отменять и возвращать налоги на довоенный уровень. Это означает, что кроме автомобилей, то есть, до 1 июля еще можно будет, если там говорится, сейчас, наверное, очереди какие-то опять будут, то поспешите растаможить свои транспортные средства. Это еще и касается товаров. По поводу тех же единщиков, вы знаете, что тоже было льготно, ничего не надо было оплачивать, если вы ввозили, например, какие-то мобильные телефоны, бытовую технику, опять все возвращается, все пошлины НДС, все возвращается на таможню. Я, конечно, хочу заметить, что очень много там наши вот эти все мужные влации, включая Гетманцева, рассказывали, что там сколько-то потеряли, там столько-то потеряли. Я, честно, хочу сказать, если бы не было этой так называемой льготной растаможки, никто бы по вот, то есть, в том варианте, как оно было, когда было вот это самое начало войны, паника, люди многие не знали, что делать, никакие автомобили бы под какие-то там 30%, которые надо заплатить на таможне, завозить, естественно, дорогие друзья, бы не стал. Поэтому то, что там Гетманцев считал, что там на калькуляторе сидел, что там бюджет что-то потерял, ну, это, честно сказать, все потери и все это просто в какой-то фантазии. Поэтому, друзья, будьте к этому готовы, что, во-первых, автомобили, естественно, уже, ну, если с 1 июля надо будет ввозить, надо будет платить полную сумму, если кто-то хочет этим заняться. И по поводу того, что, возможно, у нас будет какой-то дефицит той же бытовой техники, или что-то мобильных телефонов, потому что завозить боятся, и даже с этой льготной растаможкой боялись развозить, потому что, наверное, чтобы, допустим, завезли на какой-то склад, его что-то могут разбомбить и так далее. Все, потери будут огромные, колоссальные. Будут ли завозить по этому новому, скажем так, новостарому, вернувшейся растаможке НДС, это, конечно, очень большой вопрос для меня лично, дорогие друзья. Или нам придется в Польшу ездить за мобильными телефонами. Поживем, в общем, увидим. И третье, о чем бы я хотел поговорить в данном видеоролике, о том, что вернулись вот эти самые сдырники. Есть такие сдырники из налоговой инспекции. Они вернулись у нас в Одессу. Они вот этим пользуются своим старым добрым разводом, о котором мои внимательные зрители, я думаю, помнят, о котором я неоднократно рассказывал. Они приходят, к примеру, в какую-то торговую точку, говоря, здравствуйте, мы из налоговой, мы пришли сделать проверку. А ты им говоришь, ну, дайте же какой-то документ, наверное, о том, что необходимость у вас там есть, это есть какое-то направление, подпись начальника. Они говорят, нету, вы скажите, как вы называетесь, мы сейчас где-то там запишем, потом возьмем направление и придем. Или там, допустим, сейчас сразу впишем в это направление, потому что вы нам сказали. А если вы скажете неправильно, то будет очень плохо. В общем, идет такой нахальный развод в том плане, что они ходят, ходят абсолютно без каких-либо документов, которые, ну, дают им право, то есть направление на проверку. Поэтому, если приходят к вам с дырники из налоговой, хотят что-то там проверять, еще что-то там выяснять, какие-то отношения, требуйте у них направление на проверку. Честно, хочу сказать, это вообще свинство в такое время, когда у нас война полномасштабная. Вот те люди, те несчастные предприниматели, которые здесь остались, которые не уехали, которые не убежали из Украины, пытаются как-то поддерживать экономику, оплачивать налоги, их еще, и извините за выражение, дрючить с этими налоговыми проверками. Ну, в очередной раз вижу, что у нас страна просто двойных стандартов. Поэтому, друзья, тоже об этом знайте. По Одессе данная группировка с дырниками из налоговой работает. На этом, я думаю, закончим мое повествование. Если видео понравилось, пальчики вверх поставьте, на канал не забудьте подписаться. Всем всего самого наилучшего, мирного неба над головой и, конечно, скорейшей нам победы.